Ну, наши отношения, они достаточно долгие, а с Олей это уже длится, можно сказать, десятилетиями даже. И однажды наш местный лечащий врач, доктор Егор Мальцев сказал, что да вы не переживайте, ребята, у вас все замечательно и все хорошо. Ну, по детям просто несовместимость. Вот эта несовместимость, она переродилась в Катю. Я тоже этому человеку чем-то благодарен, потому что он оказался таким антипророком в нашей семье. Мы дочку ждали очень долго, почти пять лет. Когда были с папой на первом нашем УЗИ, то она пускала пузыри. Папа даже наш прослезился. Мы стали более ответственно относиться к жизни, и это все полностью поменяло. Поменяло нашу жизнь, перевернуло вообще все представления. Для меня это было тоже серьезно. Бессонная ночь, кормление, переживания. Сильно ничего особо не изменилось, потому что действительно ребенка мы начали воспитывать. Я бы даже больше сказал, мы больше сроднились с людьми, у которых этих детей уже и больше. И знают они про них тоже больше. И мы достаточно нормально стали. Мы просто влились в эту всю среду родительскую и продолжили. Продолжили это все просто на другом уровне. Поэтому наши друзья, они вместе с нами немного эволюционировали. Мы просто начали понимать, что мы стали с ними немного ближе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Специфическое чувство юмора, оно очень тонкое, достаточно скрыто от других посторонних глаз, но оно очень серьезно присутствует в моей жизни. Поэтому я всегда, когда вижу Катю, я всегда вижу, что именно то же самое чувство юмора, оно может быть даже не от меня досталось, а от моей жены. Потому что то, что она иногда вытворяет, абсолютно мне не подвластно. Она может сделать такие вещи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Катюше очень нравится песенка «Разминка». Она под нее все время танцует, прикольно так двигается, очень непосредственная. Она моя помощница. Катюша помогает мне в уборке по дому, обожает мыть пол и вытирать пыль, что я не очень люблю. Мы с ней рисуем. Она обожает рисовать пальчиками своими. Она много рисует. Ей нравятся такие вещи, которые для меня достаточно чужды. Я, например, не понимаю. Ей очень нравится машина. Она очень много играет с машинниками. Может быть, это от того, что ее круг общения, ее главный друг сейчас. Ну, как бы, есть у нее сестра двоигрышная, с которой они проводят очень много времени. Но есть же еще Ваня Мальцев. Катя, с которым мы проводим очень много времени. С которым мы путешествуем вместе. С которыми они, может быть, такая микроскопическая маленькая первая любовь. Да, у них, с которыми они разрисуют другими фломастерами. Это у них тоже такое мероприятие. Поэтому я думаю, что для нее творчество должно быть таким основным веселым видом препровождения. Я не вижу, конечно, пока никаких успехов. Я не считаю, что она какая-то художница и великая лепщица. И похвастаться нам нечем. Но если ей не нравится, по-моему, это интересно. Она делает какие-то поделки, что-то... Сегодня на полтора часа мы нарядили ее, поехали в ледяной городок. Потом выяснилось, что она полтора часа мяла пластилин в руке. Когда мы ее разделили, у нее был пластилин. Она его не выпустила. Она продолжала его мять и не отдала никому. Когда Катюша у нас просыпается, она первым делом ищет айпэд, чтобы включить свои любимые мультики. Она это делает самостоятельно. Любит смотреть лунтика и Машу и Медведя. Любит айпэды, любит айфоны, любит играть, смотреть фотографии. Почему-то тоже ниоткуда это не взялось. И никто этому специально не придавал внимания. Но тем не менее, уже дошло дело до компьютерных игр. Мне уже хочется выбросить все айфоны, айпэды, чтобы она не делала этого, чтобы она не нажимала кнопочки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Катя растет. Сейчас уже абсолютно другие отношения, даже чем год назад. Когда она утром влудит меня, когда она зовет меня, когда мама зовет, а она передает ее слова. Это абсолютно непередаваемо, когда она идет со мной гулять и хочет гулять именно со мной. Потому что она прекрасно понимает, что я, может быть, что-то больше позволю, чем те же самые прогулки с мамой. Но это будет нашим с ней секретом, и я думаю, что это не изменится в ближайшие годы уж точно. Поэтому пока мы с ней живем на одной волне, мы одна компания, и это уже сейчас классно. Мы с папой делаем все возможное, чтобы Катя была у нас самым счастливым ребенком. Чтобы у нее все сложилось в жизни. Ну, а если говорить про Катю на будущее, то я думаю, что мы с Олей про это серьезно не задумывались. Для нас самое главное, что сейчас ей интересно, весело жить, что она счастлива с нами, счастлива с людьми, которые нас окружают. Что ей есть чем учиться у нас, что она смотрит на нас с тем желанием, чтобы на нас походить. Что ей весело общаться с друзьями, и она просто рада той семье, которая ей досталась. А мы будем стараться изо всех сил, чтобы эта ситуация, эта тенденция продолжалась и дальше. И что ей было комфортно по жизни, комфортно с нами, и мы приложим к этому, я думаю, все усилия. Субтитры создавал DimaTorzok